Привет! Меня зовут Артём Погребняк, я сооснователь IT-школы Polygon Center и по совместительству преподаватель по графическому дизайну. В этом видео я хочу познакомить вас с тем, что же такое мир IT и какое отношение к этому имеет наша школа. А начать хочу с маленького наблюдения. Наш мир стал очень быстрым, наш мир стал мобильным и наш мир стал безумно красивым. Приведу пример. Мы с вами можем зайти на сайт розетки, в два клика заказать товар и оплатить его с помощью приложения Monobank, а на следующий день получить его через новую почту. Все эти компании имеют функциональные, удобные приложения, сайты и имеют привлекательный дизайн их брендов и их услуг. Некоторые из нас стали клиентами этих компаний, потому что о них много говорили. Другие же сначала увидели красивый дизайн, потом поняли, что у них еще и удобные приложения с достаточно широким функционалом. Но так или иначе, нас купила их функциональность, нас купила их красота. Я привел лишь маленький пример IT-компаний, функциональных компаний, те, которые находятся у нас в телефоне, те, которые очень удобные. Но вот таких компаний бесчисленное множество как в Украине, так и за ее пределами. И все это заслуга простых ребят, айтишников, программистов, дизайнеров, которые писали программы, писали сайты, которые доносили нам с вами информацию об этой компании. Работа в IT-индустрии это другой мир, здесь все буквально по-другому. Вы работаете зачастую со всем миром, даже если вы фрилансер или работаете в компании, вашими клиентами могут стать ребята с других стран, даже с Австралии, с Америки, Испании и любой-любой-любой другой страны. Вы можете работать удаленно не только на фрилансе, но удаленно работать на компанию, на компанию в вашей стране или на компанию в другой стране. Данную работу будет не высшее образование той страны, где находится компания. Важным будет ваше портфолио, ваши навыки, потому что никому не интересно, сколько лет вы учились в том или ином университете. Таким компаниям, которые быстро развиваются, которые быстро развивают мир, очень важно то, что вы выучили за последний год. Обычно IT-компании не принимают кумовство, для них важна экспертность и качество работы. То есть на управляющих должностях не работают не специалисты. То есть если вы классный IT-шник, классный программист, который знает, как проводить проект от А до Я, вы в принципе можете стать управляющим в этой компании. И карьерный рост в IT-компании это всегда много ступеней. Поэтому расти там есть куда, есть где. И если вы будете развиваться в ногу со временем, то ваш рост в компании не заставит себя ждать. Зарплата зачастую выше средней рыночной и чаще всего это в валюте, потому что, как мы уже выяснили, большая часть заказов идет за рубежа. Ну и помимо этого, у вас будет 100% отсутствовать строгий дресс-код, у вас скорее всего будет гибкий график на работе, у вас будет полный социальный пакет. Компания будет заинтересована в том, чтобы развивать вас как человека, то есть обучать английскому, давать различные плюшки тем, кто занимается спортом. То есть для компании важен ресурс, трудовой ресурс, они ценят своих сотрудников, потому что эти сотрудники это ноги компании, это те, с помощью кого компания может бежать быстро и эффективно. Перейду от преимуществ к требованиям. И, пожалуй, самым основным и главным быть специалистом на деле. Развиваться постоянно, быть готовым обучиться чему-то новому, обучиться чему-то смежному. Каждый день мир развивается, каждый день создаются новые технологии, программы, в которых работают айтишники, усовершенствуются, языки программирования дописываются. И это все нужно учить, потому что это внедряется в наш мир уже сегодня. Но прежде с чего-то нужно начать. И если вы смотрите это видео, то, скорее всего, для начала вам нужно выбрать направление, в котором вы будете работать. После чего обучиться и желательно собрать портфолио еще на этапе обучения. Да, это реально, на этапе обучения собрать портфолио. И, в принципе, на выходе из учебного заведения вы уже можете брать работу. Тут хочу заметить, что не стоит думать, что работы нет или новичков не берут. Работы очень много. По своему примеру, по примеру своих студентов, я вижу, что работу найти легко. И даже на новичков работы хватает. То есть на любой товар есть свой покупатель. Поэтому будьте смелыми. Главное, идите вперед, а там двери откроются. Это 100% информация. Почему полигон-центр? Мы даем профессиональное образование в направлениях 3D, программирования, дизайн. Наши преподаватели – это практикующие специалисты, которые сегодня работают в той сфере, которую они преподают. Все курсы – это авторские курсы, написанные из личного опыта каждого преподавателя. Мы не берем преподавателей по объявлению, которые готовы прочитать чью-то программу по листику. К тому же мы не дадим вам окончить курс, не сдав курсовой проект, который, собственно, станет основой вашего портфолио и основой вашей дальнейшей карьеры. Исходя из вышеперечисленного, на выходе из нашего учебного заведения вы будете уже работоспособным и конкурентным специалистом. Пусть новичком, но уже конкурентным. Обучаясь у нас офлайн, вас будут ждать просторнейшей аудитории. Одну из них вы можете видеть за моей спиной. Здесь действительно очень много места. Вас будут ждать вся необходимая техника для обучения от графических планшетов до 3D-принтера. Ну и, конечно же, мощные компьютеры. Не буду занудствовать по поводу характеристик этих компьютеров. Вы можете зайти на наш сайт в раздел «О нас» и прочитать все характеристики. Но хочу вспомнить одну историю, когда к нам пришел парень, который доделывал домашние задания, которые ему давали в другой IT-школе, достаточно именитой. Но, по его словам, техника там не справлялась с поставленными задачами. И долгое время он к нам ходил, доделывал, дорендеривал свои 3D-визуализации. Я думаю, он сэкономил массу времени на этом, но в итоге он пошел на повышение к нам в центр. Это было очень приятно, с одной стороны, и для нас, наверное, показательно. Судите сами, приходите к нам и проверяйте, насколько мощная техника. Я думаю, вы останетесь довольны. Кстати говоря, наши студенты также имеют возможность прийти в неурочное время и выполнить домашнее задание. В любой будний день, в любое время мы даем такую возможность. Если же приходить сюда, делать домашнее задание неудобно, это можно делать дома. И у всех студентов будет уникальная возможность. Это мини-сообщество того направления, на котором они обучаются. То есть это группа студентов и преподаватель. В эту группу можно сбрасывать домашнее задание, спрашивать советы, как сделать, как вам нравится, не нравится. Давать свои комментарии другим студентам. Ну, в общем, вести диалог по интересу. Сейчас студенты, которые уже закончили обучение, у них остались эти чаты, и мы наблюдаем, что там кипит жизнь. Они все делятся своими новыми проектами. Они просят друг друга поставить лайки в портфолио. Они скидывают различные полезности туда. Ну, в общем, это реально сообщество, которого вот нашему преподавательскому коллективу в свое время не хватало. Такого не было. А у ребят есть, и это действительно круто. Каждый урок записывается на видео. Поэтому, если студент не присутствовал на уроке или что-то забыл, у него всегда есть возможность посмотреть или пересмотреть запись урока и восполнить, так сказать, потерянные знания. Последнее и немаловажное то, что на любом из курсов, на одном из последних уроков мы даем напутствие по самореализации. Как на фрилансе, так и в компании. Где писать, куда писать, что писать, как себя позиционировать, как себя оценить, какую стоимость выставлять. Все это мы даем. Потому что многие студенты приходят с целью, как минимум, отбить стоимость обучения, а как максимум обрести новую профессию высокооплачиваемую. И это, в принципе, правильное желание. И мы чувствуем со своей стороны долг рассказать, помочь, показать вектор развития каждому студенту. Опять же, мы не дадим вам выйти из нашего заведения без данных знаний. Я приглашаю вас в Polygon Center, потому что именно здесь вы можете начать свою восхитительную карьеру в мире IT. А мы уже со своей стороны сделаем все возможное, чтобы старт был максимально успешным. Поэтому до встречи в Polygon Center.